Арестован федеральный министр. Осужден губернатор края. Задержан председатель суда. Новостные колонки ведущих изданий пестрят громкими заголовками. На этом фоне дело томского предпринимателя Андрея Кривошейна в масштабах необъятной России выглядит неприметно. На основании его показаний на 7 лет отправили в казенный дом за вымогательство главного борца с коррупцией Томска, полковника полиции Константина Савченко, а его шефа, генерал-майора полиции Игоря Митрофанова, на скамью подсудимых. Никого уже не удивляет, что у власти на местах сидят, скажем так, отнюдь не чистые руки с горячим сердцем. Во многих сферах семейственность, круговая порука и кумовство. Все это не чуждо власть имущим. А что же Кривошейн, спросит зритель? Чем он интересен? Подумаешь, разоблачил какого-то полковника, тут и посолиднее фигуры страдают. Где он? И где министры, губернаторы, председатели? Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, Звоните в редакцию. Именно такие вот Кривошейны, не побоявшиеся в свое время встать против всемогущих, не побоявшиеся гнева региональных богов в погонах, подмявших под себя и бизнес, и власть, использовавших свою должность как кормушку, как они сейчас? Где? Добились ли правды? И вот об одном из них, об Андрее Кривошейне, мы и продолжим рассказ, начатый более года назад. Мы попытаемся разобраться во всех нюансах этого непростого дела. Как велось следствие? Что происходит в суде? Мы постараемся во всем разобраться прямо на месте событий. Следите за развитием ситуации на нашем сайте.